Библейский портал экзегет.ру представляет за ним, и все вроде было неплохо, и строил он укрепленные города, и устраивал своих сыновей правильно, вот в каждом укрепленном городе по сыну. Но что-то пошло не так. Когда царство Риховама усилилось, и сам он утвердился на престоле, он и вместе с ним весь Израиль оставили закон Господень. Даже не объясняется, почему. Но книга про Липомена мало обращает внимания на психологические мотивы, она богословием занята. Вот пока соблюдает царь завет с Богом, то все хорошо, как только нарушил, все плохо. Что мы здесь и видим. А почему он перестал? Это частные подробности его личной жизни. За то, что они совершили преступление против Господа, в пятый год царства Риховама египетский царь Шишонг пошел войной на Иерусалим. Мы, кстати, знаем, когда это было, потому что египетские источники поход этого фараона хорошо описали. Это вторая половина X века до нашей эры. Его войско 1200 колесниц, 60 тысяч всадников и бесчислено множество пришедших с ним из Египта ливийцев, сукийцев и кушитов. Какие-то народы ливийские и такие, скорее, суданско-эфиопские. Видимо, они вспомогательные войска в войске египтян. Овладело крепостями в Иудее и дошло до Иерусалима. Вот все почти захватило. Тогда пришел пророк Шамая Крахаваму и вельможам Иудеи, которые, спасаясь от Шишонга, собрались в Иерусалим и сказал, «Так, говорит Господь, вы оставили меня, и я оставляю вас на произвол Шишонга». Тогда иудейские вельможи и царь смиренно сказали, «Господь справедлив». Господь увидел их смирение и сказал Шамая так, «Раз они смирились, я не стану их губить, и вскоре дару им избавление. Моя ярость не уничтожит Иерусалим руками Шишонга». Однако они станут его слугами, чтобы они узнали, в чем разница между служением мне и служением земных царям. Смотрите, тоже ведь это все было предсказано в проповеди, молитве Соломона, когда он говорил, если они покаются, отойдут от злого пути, то я их помилую. Здесь даже нету молитвы покаяния, есть только деятельное покаяние, которое выражается в одной фразе «Господь справедлив». И этого оказывается достаточно. Ну, пусть не для того, чтобы все стало прям совсем хорошо, но для того, чтобы избежать худшего сценария. Египетский царь Шишонг вступил в Иерусалим и захватил сокровища храма Господа и сокровища царского дворца, забрал все, что там было. Взял он и золотые щиты, сделанные Соломоном. Вместо них царь Хавам сделал медные щиты и верил их начальникам стражников, которые охраняли вход в дворец. Я напомню, царь Соломон сделал много золотых щитов, очень богатых, хороших. И вот золотой век Соломона, он постепенно приходит в упадок уже при его сыне. Золотых щитов нет, есть медные, ну, тоже красиво, но не то. Всякий раз, когда царь шестил в грамм Господа, стражники, сопровождавшие его, шли с этими щитами, а после складывали их у себя в своем помещении. И царь смирился, поэтому гнев Господень не пал на него и не погубил его полностью, ведь в Узее было и что-то хорошее. Вот, соответственно, такая история. И дальше, по наклонной плоскости, эта история катится, катится, катится до разорения, разрушения Вавилонского плена. К этому мы довольно скоро придем в этой книге. Царь Риховам утвердился на престоле в Иерусалиме и царствовал. 41 год был Риховаму, когда он стал царем. 17 лет он царствовал в Иерусалиме, город, который Господь выбрал из всех владений племен Израилевых, чтобы там обитало имя его. Формулировка «обитало имя его», то есть присутствовала скини его, культ его поклонения. «Мастерью Риховаму была наама монетянка. Он творил зло, потому что он не посвятил себя тому, чтобы следовать Господу». Деяния Риховама от начала до конца описаны в деяниях пророка Шимаир и родословных записях провидции до. Мы их не видели, не читали, не знаем, что это такое. Война между Риховамом и Иераваамом, это царь Северного царства, никогда не прекращалась. Риховам почил с предками, был похоронен в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Авия. Ну и логично, что о нем будет следующая, 13 глава.